Всем привет, с вами Тед, и сегодня мы посмотрим классный повторчик, промотаем его, посмотрим, что в нем происходило. Это у нас протас против зерга с одного из стримов, собственно, прошедших. Вот, чтобы не пропускать стримы, не забывайте подписывать, заставить лайки, там все вот это вот, колокольчики. Но сегодня не об этом, сегодня о том, что 99% игроков делают неправильно или не понимают его. Вот, собственно, основная идея. И это не что иное, как макро. Это настолько широкое понятие, настолько его часто говорят, особенно те, кто пытается играть в развитие, в макро, в StarCraft, скажем так. И жалуются на то, что их чизят или еще что-то. Ну, короче, много есть там разговоров о том, что, ой, я играю в макро, я крутой, там меня чизят, а не все нубы, но я не могу подняться, потому что меня чизят, а я играю в макро. Суть в том, что это не совсем понимают правильно это понятие. И макро это не значит, что ты просто наставил тысячу баз. Давайте до начала перейдем к тому моменту, когда уже у нас начинается макро все-таки и как вообще идет игра. Здесь мы открываемся сейчас Stargate, Fenix, а затем Oracle. И собираемся, собственно, идти ставить третью базу, не спеша, под Oracle, чтобы защититься от лингов, если что. Тесно, Adept, Oracle, второй Oracle, если понадобится. Занимаем третью базу. Значит ли, что мы играем в развитие, играем в макро? Нет. У нас, самое главное, что нужно понимать, у нас должен быть свой план на игру. Он у нас есть. И, собственно, его мы адаптируем по ходу игры. То есть мы разведываем в нужные тайминги, смотрим нужные вещи и так далее, чтобы достичь своего плана. Вот. И в макро, в реальное макро, да, короче, как мы характеризуем макро? Макро мы характеризуем именно, я это называю иногда играть в StarCraft. Да, то есть стратегия, реальная стратегия, такая тактическая игра начинается, вот, грубо говоря, с макро. Но она не начинается, когда вы ставите третью базу, когда соперник ставит пять баз, особенно если это зерк, потому что база у него только для производства юнитов. Макро начинается в тот момент, когда вы и ваш соперник накопили примерно там под 200 лимита вдвоем. И, соответственно, ну, либо вы накопили чуть впервые, то есть это, грубо говоря, макро из более удобного положения начинается и так далее. То есть вы накопили под 200 лимита, и вы понимаете, что нападать нету смысла. То есть нет смысла сражаться. Вот. Именно вот это вот не понимает 99% игроков. Сейчас играем где-то в верхушке алмаза, то есть почти мастер лига. И где-то с верхушки мастера, то есть ближе к 5000 ммр, может начаться уже что-то похожее на макро. Что здесь происходило, если так подумать? То есть здесь мы поставили третью. Зерк вложился в собачек. Попробовал эту третью отменить. Потому что он видел, что мы открыли с Феникса, он дальше не смог разведать, что у нас дальше происходит. И с его точки зрения, если он анализирует игру, логично предположить, что Попроб, скорее всего, открылся в 4-5 Фениксов. Это вполне такое стандартное открытие, потому что он видел Феникса, но он не видел ораков. То есть к нему ничего не прилетело. Один Феникс, ну, два Феникса, нету смысла лететь, они ничего, никакого урона не нанесут. Поэтому при игре в несколько Фениксов, протасы часто не приходят в атаку. Логичность его стороны предположить. О, возможно, он открылся в Фениксов. Соответственно, Фениксы плохо бьют по земле. Можно попробовать отменить третью. Соответственно, он прибегает под тайминг отмены третьей. Пробует, понимает, что оба-на. Здесь оракл. Он видит пока что только одного оракла, потому что остальных я прячу. Соответственно, он этого не знает. Попытка не пытка, как говорится. Он слишком долго попытался, ну, поэтому он в алмазе, еще не в мастер-лиге. То есть в мастер-лиге он бы увидел оракла, убежал бы сразу. Он бы понял, что, естественно, здесь ловить нечего. И начал бы развивать свою экономику. То есть на данный момент он отстает по рабочим, несмотря на то, что он зерк. Вот он здесь пытается уже догнать. Естественно, за счет того, что он зеркал, может быстро достаточно догонять. Соответственно, попытка не пытка. Хоп-хоп-хоп возвращает своих рабочих. И здесь мы показываем четырех ораклов. Здесь мы убиваем рабочих. Убиваем там оверплордика. Что получилось? Он ставит спорочки. Мы улетаем. Соответственно, больше урона мы не нанесем. Феникса я так отдал. Посмотрел, есть ли там муталиски или нет. Потому что если это ранние муталиски кинет, то, естественно, нужно начать строить еще фениксов. Вот. И отсюда я ставлю защиту с этой базы. Начинаю строить, собственно, имморталов. Твайлайт форж. То есть апгрейды мы начинаем свои делать. Робобей был ошибкой. Он мне не понадобится. И это Templar архивы, чтобы делать штормовиков. И ставим четвертую базу. Начинает целя отсюда магно. В целом, еще нет. Нас еще 120 лимитов. У нас до сих пор остаются опции сражений. И у соперника до сих пор остаются опции прийти нас снести. Каким-то массивным пушем. И здесь мы еще играем именно в сражения армией. То есть поэтому, если вы хорошо посмотрите. Да, у меня ураклы летают где-то на четвертой. Но они, собственно, в любой момент могут подойти сюда. И вся армия у меня плюс-минус в одной точке находится. В самой основной. То есть самая свежая база. На ней больше всего на данный момент ресурсов. Потому что на этой базе ресурсы уже кончаются. Эти вообще пропали. Этот скоро пропадет. 15 осталось. И вот в этом суть макро. Суть макро в Старкрафте в том, что вы должны добывать больше ресурсов. И разменивать свои ресурсы выгоднее, чем разменивать их соперник. Вот это основной принцип макро. И вот здесь я начинаю варпать штормовиков. С 8 газов, соответственно, у меня уже хватает ресурса на это. Достроилась четвертая. Я ставлю гейты. И отсюда, с этой экономики, естественно, через буквально там 20 секунд у меня достраивается 200 лимита. То есть в 10-й минуте давайте там. Почти 200 лимита. При этом я перехожу в карьеры. Вот карьеры. Это уже, по сути, такой переход. Лейтовые карьеры. Штормовики. И, как видите, армия у меня уже в разных местах. То есть ораклы на каждом проходе ставят защиту. Ставят стазисы. Они не умерли, естественно, ораклы. Они чуть нанесли урона и пошли ставить стазисы. Это помогает в защите. И теперь у меня каждая база уже отдельно защищена. Здесь статика плюс штормовики. Здесь немножко имморталов под батарейками. Здесь немножко имморталов штормовиков на этом входе. Везде стазисы. Здесь оракл. Сюда я штормовиков подведу. То есть мы вот так вот выстроили защиту по периметру наших баз. Соответственно, только немножко от муты мы можем пострадать. Но у нас есть доварп, есть сталкеры. Соответственно, муты, если что, от объема. Вот. И вот эта точка. Ее соперник должен проверить, что у нас. Здесь стеночки, фотонки, батарейки. У нас есть защита. Здесь стеночки, фотонки, батарейки. Есть защита. И сейчас он, собственно, это идет делать, проверять. То есть он настроил лимит. Привык, что таким лимитом можно пойти атаковать. Что-то все здорово. Но в этот момент у меня побежали зилки. С одной стороны адепты с другой стороны. В чем прикол? Вот отсюда началось макро. Отсюда я играю макро. Я понимаю, что зерк, если он проверил, что на третьей у меня непробиваемая оборона, но он при этом понял, что в целом там ораклы. Пока скоро юнитов наземных не будет, чтобы пришла какая-то страшная армия. Он, скорее всего, настроил кучу рабочих, развил свою экономику. И сейчас занимает всю карту. Вот. И моя задача как просто, собственно, сейчас это проверить. Во-первых, скакую часть карты занимает. Зилки прибегают, понимают, что здесь вообще ничего нет. На этой базе здесь у него там адепты немножко пострадали. И я размениваю минеральных дешевых юнитов здесь на, во-первых, проверку на скаут. Во-вторых, на то, чтобы понять, какая часть карты сейчас с кем занята. И вот идея зерка, какая она должна была здесь быть, если бы он понимал, что такое макро, и как в него играть, да, типа. А не говорил бы, допустим, я играю в макро, то, что я ставлю четыре базы, развиваю экономику и т.д. и т.п. Вот. То есть здесь он должен понять опять же, что это непробиваемая история, скорее всего. Попытка не пытка. То есть попытаться стоит, убил фотонку, окей, убил вторую фотонку, получил штормы в лоб, убил гейт, как бы понял, что тут много имморталов. Ну, должен был раньше, допустим, понять, пробил себе другой путь и все. То есть у нас здесь защита прям железная. У него вот 200 лимита. Он должен понять здесь, что эти 200 лимита, это сейчас та армия, которая не может пробиться на устойчивое, так сказать, положение протоса. Потому что здесь у нас везде очень жесткие стенки, он через них проломиться прям легко не может, ему надо их долго ломать, у меня в это время армия перестроится, подойдет, собственно, все, что надо. Везде защита. И вот отсюда начинается макро, которая играется как? В макро мы должны занимать больше баз, больше экономики, чем у соперника, при этом постоянно размениваясь лишними ресурсами на него. То есть что было предпринято? Я... было 200 лимита, варпанул там, из них было зелков штук 12, они побежали, они здесь что-то подрались, сдохли, кого-то убили. То же самое адепты. Они навели суеты, они подрались, они убили. И я не иду никогда, и никто не должен идти никогда, в атаку всей армии. То есть атака всей армии уже в этой этапе не работает. В этом этапе работает правильная позиционка. Почему мы не идем вот так в всей армии? Потому что мы предполагаем, что мы знаем, как играть в StarCraft, и соперник тоже знает. Несмотря на то, что он в топе алмаза, а не там топе градмастера, да? Мы в голове не берем, что он не знает, как играть, да? И если мы знаем, как играть, мы не идем в всей армии. По одной простой причине. Потому что как только вы в этот момент выходите в всей армии, даже здесь вот эти стенки, вот эти проходы все, они начинают показывать свою уязвимость, да? То есть везде находятся дырки. И к вам тогда залетает уже толпа там юнитов и начинает вам отключать то, что если здесь совсем глубоко подумать, нужно отключить два пилона, ну там четыре, например, пилона, убить. Четыре пилона, это не так много. У нас отключится весь продакшен технологичный. Нужно залететь сюда мутой, и в хороший тайминг мы лишимся грейдов. Мы отстанем на две минуты по игре, да? То есть если сюда залетит толпа муталисков внезапно и убьет вот эту всю вещь. Поэтому мы играем в оборону именно в размены небольшими юнитами, чтобы занимать больше территории. То есть в моем случае зелки поняли, что вот эту часть они еще не разведали, но они поняли, что в целом мы по базам плюс-минус наравне зергам. Нас это абсолютно устраивает. Вот. И зерг, если бы действовал правильно, у него крип бы уже был по всей карте, конечно, раскинут вокруг наших баз. И, соответственно, поставив, возможно, пятую базу, мы бы выдвигались уже в какие-то пуши. Но пуши эти всегда идут неполными, небольшими количествами юнитов. По какой причине? Потому что начинает работать позиционка. То есть пока до восьмой минуты, пока ваша армия визуально занимает вот такой квадратик, и соперника там чуть-чуть больше может. Ну просто юниты просто больше supply занимают, поэтому они меньше выглядят. Ну, типа, у других раз примерно столько. Вот такой квадратик может спокойно подняться на эту рампу, так как в Старкрафте нет преимущества прямого от того, что вы стоите сверху, то есть нет промахов по тем, кто сверху и прочего всего, то рампа помогает лишь нанести первый удар. И если соперника плюс-минус столько же, сколько вас, в целом ему все равно. Да, у вас нанесется первый удар там тремя сталкерами, в событиях 120 лимита на 120 лимита. Это не сильно важно. Важно, что там какой-то лимит и так далее. Вот. Ну, а когда у вас 200 лимита, вот столько вот, оно никак не помещается все вместе на рампу, чтобы оно одновременно стрелялось. И поэтому вот эти выходы на 200 лимита, вот как сейчас делает наш соперник, они абсолютно бесполезны и не имеют никакого смысла, потому что тут начинается быть позиционка. И что я имею в виду под занятием кап? То есть занятия новых баз, они дают возможность добывать ресурсы оттуда. И, соответственно, в каждом размене, если мы будем размениваться, к примеру, там, я отправляю на него 20 зелков, он на меня там 100 собак, что по лимиту примерно одинаково. 100 собак выигрывает 20 зелков, я должен сделать еще 20 зелков, он опять 100 собак. И так, чук-чук-чук-чук, месимся-месимся-месимся. И на моей части карты там 10 тысяч минералов. Это я условно говорю, конечно, больше. Потому что на одной базе примерно сколько? 1 800 на 4, это 8 тысяч. Ну, короче, по 15 тысяч минералов на базу. По 13, наверное. Суть в том, что если он займет на одну базу больше, то при ровных разменах, в конце концов, его останется на, если мы возьмем там по цене армии, на 18 тысяч больше. То, что с этой базы добудет 18 тысяч ресурсов. Это будет статическая защита, это будет больше плеток, это будет больше каких-то других юнитов. Вот. В этом вся и суть. Поэтому, если мы идем в один большой замес в этом этапе, то мы рискуем прям сразу проиграть игру. И вот это вот поэтому никогда не происходит. То есть вот этот замес всегда должен был происходить в виде отсюда идет часть армии, а здесь еще небольшая часть армии. А здесь, возможно, Нидус. А возможно, еще что-то. И это звучит сложно, но на самом деле, ну, это и есть макро. И суть в чем? В том, что если вы пытаетесь сделать залет там пяти муталисков на пятой минуте, то для вас это составляет, ввиду там, допустим, двух баз и там трех газов за зерга, например. Четырех газов за зерга, неважно. Это составляет целая минута игры. То есть минута игры у вас добывается 500 газа, там чуть больше 600 газа с четырех газов. И если вы на шестой минуте взлетаете, соответственно, шестью муталисками, и это 600 газа, это целая минута игры с четырех газов, и они ничего не наносят, они умирают, это катастрофа. То есть это катастрофа, вы только что просто отстали на минуту. То есть то же самое, что прийти и убить фаржу. То есть птишш, и все, и она пропала. Но при этом, если на вот этом этапе игры вы прилетите пятью муталисками, и они заставят варпануть пять сталкеров бесполезных, чтобы себя отбить. Ну, бесполезно, потому что цель в макроигре менять дешевый лимит, типа зилков, вот как мы там сделали, на дорогой. То есть, соответственно, любой бесполезный лимит, который у нас есть, здесь в моем стиле его нету, это штормовики, это керреры, это имморталы, это все полезные юниты. Ну и пару адептов бесполезных я отдал, соответственно, и варпанул зилков, отдал. Вот, идея так вот, варпать зилков, занимать новые территории, то есть мы делаем харасса зилками здесь, возможно, ораклами прилетаем на эту базу, в это время ставим свою пятую, и вот так вот потихоньку пытаемся занять карту. Зилка, соответственно, должен этого делать, не давать. Вот, и если он сейчас, допустим, имел бы все восемь газов, это 1200 газа в минуту. Он мог иметь 10 газов, это 1500 газа в минуту. Соответственно, для него отдать моталисков, если они просто прилетят и взорвутся, то есть вообще ничего не сделают, это то же самое, что потерять 10 секунд на вот этом этапе игры. То есть 10 секунд, это уже не критично на вот этом этапе игры. 10 секунд очень критично, если вы на 10 секунд поздно ставите пилон, а вас фотонят. То есть у вас фотонка уже появится, а вы еще даже зилка не можете заказать. Вот, и здесь начинает играть позиционка. То есть армия вся не может стрелять, и поэтому, как бы ни смотрелось, что зерга сейчас очень много, все это очень здорово, по факту мы понимаем, что подняться может не больше где-то там 80 лимитов эффективного. Да, это прям предел-предел, по факту где-то лимита 60. Поэтому мы вот в таких проходах примерно и оставляем с учетом статической защиты, точнее без учета, где-то по 30 лимита, да, то есть по 20-30 лимита, не больше. Здесь у нас там пара ораклов, там штормовики, плюс статики. Условно говоря, одна статика это один юнит, примерно там 20 лимита, тут примерно 20-30 лимита, здесь примерно 20-30 лимита, то есть архон, иммортал, 4 керриера. Вот. И я даже не срываю армию, потому что я понимаю, что это опять же, вот сейчас начинается у нас макро-размен. Можно подконтролить, отвести, но пока он как бы сюда не вложился, пока он не показал, что здесь вся армия, я никого не срывал. Когда он вложился, чуть-чуть, я вижу, я просто отсюда даже имморталов не беру, я беру только штурмовика и иду штурмовиком наносить урон. То есть я понимаю, что у нас армии сейчас такие огромные, что вот это размен, это ни в коем случае не драка, да, то есть не какое-то мега-сражение. Но он его воспринимает как сражение, а в итоге пытается проломить стенку и еще что-то сделать, что бесполезно. То есть в то время, как он должен занимать базы, 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 и вот эти размены проводить, но проводить их, прийти, убить мне всю стенку, например, для начала. Я должен думать, как ее защитить. В это время сюда забегают собаки, я должен их расконтролить. В это время сюда залетает мута, нидус там, что угодно. Дроплеры, дроплеры тоже, да, то есть вот такие вещи. И отсюда начинается вот это как раз-таки. То есть мы тоже делаем дропы, постоянно забегание, еще что-то. И постоянно должен идти вот этот размен. То есть как только 200 лимитов скопилось, соответственно, нужно начинать его сразу же сливать. Как-то. И вплоть до того, что можно взять вот такую армию, типа там 3 керриера, 4 иммортала, архонта, например, штормовика одного, да, то есть это будет не вся моя армия, это будет такой небольшой костячок. И выйти им в атаку куда-то. То есть он может вполне дойти, почистить крип, он может дойти до базы и создать напряжение. И если на него соперник будет реагировать, то есть в чем суть именно не всей армии. Когда вся армия на всю армию, решает уже количество, качество, там, апгрейды и прочее, прочее, прочее. Когда вот такая вот армия выходит, вроде бы армия, ну, небольшая. И здесь соперник должен очень четко решать в макроигре, сколько он готов туда отправить ресурса. И очень важно в макроигре, как раз таки, вот это заставлять делать вот эти выборы. Тогда вы будете побеждать. И чтобы выборы были невыгодные. То есть если он отправит, допустим, на эту армию, там, всю свою армию, то в этот момент у вас должны быть здесь призма с делками, сюда еще там 2 иммортала и что-нибудь такое. И да, он убьет 2 каррера, 4 иммортала, архонта и т.д. и т.п. Это восстановится через 20 секунд. То есть ему надо убить, дойти, 20 секунд, все это появилось. Вот это суть макро, да? Такие армии мы можем отправлять. Но если он отправил туда всю армию, чтобы это убить, ему в это время здесь несется вся технология, все апгрейды и все остальное призмой и делками. Если он туда заивдвачит сразу, здесь ему 2 иммортала все убьют. И так далее. И вот это вот начинается именно макроигра. Но поэтому я говорю, что сильно не надо играть в такие макроигры до выхода, опять же, в мастер 1, потому что вам не будут давать такую... такое сопротивление, да, которое... И вы сами не сможете, пока вы это сопротивление не начнете чувствовать, так сказать, макро, вы сами его не сможете оказывать грамотно. И очень часто это просто сделать даже невозможно, потому что ребята там слишком окапываются. То есть, чтобы такого не происходило, макро на вот этих уровнях обычно представляет собой вот такое вот количество турелей, статики и прочего, и прочего, и прочего, чтобы ничего не залетело, да? Ну и... То есть, вполне нормальная тема сюда поставить там 15 турелек, например, 15 спорок и так далее. Да, вы ничем не залетите, но 15 спорок — это 1500 минерала, это целая минеральная дружба, это бесполезный абсолютно лимит, стоящий здесь. Это лимит, который не ходит на карте, и этот лимит, не ходящий на карте, он, собственно, проигрывает вот такие бои. Поэтому я рекомендую до там выхода хотя бы там в 4500, плюс-минус играть какие-то более сильные выходы, тайминговые атаки, а не чисто изначально, как вот в этой игре, я целиться в макро. Вот. И макро, как только вы проиграли одно большое сражение, почему не ходят? Почему не ходят в такие сражения? Не происходят, собственно. Потому что как только такое сражение где-то проигрывается, обычно к вам идет контратака через пару секунд, потому что в начале игры, когда у вас одна база, две базы, если вы навалились даже ол-ином, нанесли какой-то урон, например, ну вас отбили, к вам придут через там 35-40 секунд. Вот так вот по всей карте нужно дойти, возможно что-то подготовиться, то есть нужно какая-то призма дополнительная, да, нужно там пара инъекций, нужно квинул заказать, нужно медиваки, что-то нужно, да, то есть нужно дочинить Тора, например, да, то есть нужно какая-то подготовка, то в макро у нас столько ресурсов, что этой подготовки не нужно. И базы у нас стоят уже, потому что новые базы, они все ближе и ближе, и если он примет замес здесь, то досюда мне идти уже 10 секунд, а не 30, и через 10 секунд его ждет уже такая встреча. Поэтому в макро вот эти все замесы огромные, они не играются, конечно, играются, только в каком случае, если вы каким-то образом собрали волшебнейший лимит, который 100% контрит соперника, обычно так делает мех, то есть обычно мех собирает что-то типа Тора, Баттлкрузера, там эти хелбаты, то есть контрит все, Тора, Баттлкрузеры, хелбаты, викинги, вот такой лимит. И он, да, он идет одним костяком, типа меня тяжело победить в целом, как бы логичная тема. Все, вы идете там, допустим, в контратаку, мех вас приходит, все равно у вас раскладывается в продакшене, а дома там что-то достраивается и отбивается, к примеру. Ну, то есть такое просто. Есть такие темы, вот. Либо если вы там строили керреров, 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 а он, например, каким-то образом заказал 200 тараканов, ими в атаку не пошел, вы поняли, что тараканы сидят дома, сейчас вас не пушат, можно выйти, да, керрерами против тараканов, окей, легкая игра. Вот. Но обычно, естественно, такого не происходит, составы миксовые, составы плюс-минус все контрят, как бы логично. Вот как только у вас состав проигрывает, к вам приходит контратака, и вы, собственно, проигрываете тоже. Вот. Вторая причина, почему я не рекомендую, собственно, играть, потому что здесь я рассказал вам классную историю, да, про то, что парень посмотрел, что это феникс, спрогнозировал, что это будет 5 фениксов, что 5 фениксов уязвимы к харасу лингами, да, и, соответственно, можно попробовать подпушить Nexus, то есть это логичное действие, вот, в теории, вот. Ну, в реальности так не будут, опять же, мыслить, опять же, до 5к, 5к, ММР плюс-минус, и даже там не все могут в анализ, короче, это, так сказать, не самый доступный, доступный навык, ну, вот. И подпушить Nexus часто, это действие в виде возложенного просто в базу, в базу мышления, да, что, типа, так, я разбил две базы, мне надо заказать там 20 с табак, и просто пойти снести ему третью, наверное, ну, просто надо, да, просто необходимо, вот. И то, что я видел, что Serral так делает, вот, ну, Serral, например, играет против кого-то, он до этого 10 раз разведывает лингом, удостоверяется, что количество юнитов низко, что база поставилась ровно в этот тайминг, он такой, так, 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 я могу через вот столько-то секунд заказаться, там не будет много юнитов, мне хватает защиты, то есть там уровень анализа чуть пошире, да, то есть и так далее. А здесь просто, да, я хочу заказаться. И так будет 99% игр, потому что 1% игроков только знает как-нибудь макро и т.д. и т.п. Вот, а 99% я хочу убить Nexus, все. И если вы просто заранее планируете не развивать 10 баз, а вы можете ставить этот Nexus, но при этом думать, Nexus CC-шка это для всех раз, если что, да. Думать, что, например, о, я хочу выйти в атаку пораньше, да, то есть ставьте базу, но планируйте атаку пораньше. И суть в чем? В том, что если посмотреть на рабочих, то соперник только сейчас заказался рабочих больше 44, что является больше 2 баз по рабочим. Вот. Но он все это сделал после ткучи лингов, которые пытались вам отменить базу. И если бы вы шли в какой-нибудь, там, небольшой пуш на 7-й минуте, то вот таких всех соперников, там, до мастера, вы будете краски этим и пробивать, потому что они пытаются вслепую убивать вам третий Nexus, которого не существует. Параллельно с выходом на третий Nexus пытаются заказаться кучу рабочих, чтобы с вами сравняться. Ну, точнее, Nexus может существовать, на нем рабочих не будет. Вот. Соответственно, они видят Nexus, они такие, ой, попробуй убить. Ой, не получилось убить. Или получилось убить. Все равно он строит рабочих. То есть, можно его смело ставить и отменять, если что. И вы выходите на 7-й минуте в атаку. На 7-й минуте, вот, если бы он не терял лимит там никакой, его было бы там 120-130 лимита, например, но из них было бы 70 лимита рабочих, как раз таки. Потому что количество рабочих неправильно растет и неправильно развивается у зергов, вот особенно. Ну, и у других раз тоже, до мастера примерно. Вот, поэтому как играть с макро было рассказано. Можете пробовать, но не рекомендуем. Смотрите следующий видос.